Экологическая безопасность водных ресурсов в приоритете. Как решать накопленные в этой сфере проблемы, обсуждали в Казани за круглым столом. На совещании собрались представители региона, входящих в состав Волжского бассейна. Участие в нем приняла глава Чуваши Михаил Игнатьев. Насколько серьезно сегодня страдают водоемы и как им помочь, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. На этих фотографиях видно отчетливо, насколько серьезно могут пострадать прибрежные зоны рек и их притоков. Вырубка деревьев, эрозия почвы, сброс неочищенных сточных вод. На экологии Волжского бассейна все это сказывается негативно. Прокуратуре подводят итоги прошлогодних проверок. Во многих регионах были выявлены факты складирования отходов в границах водоохранных зон. Особую беспокоенность вызывают и бесхозные скотомогильники. Огромный ущерб окружающей среде они могут нанести во время паводка. Есть и другие проблемы. Не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям работа контрольно-надзорных органов. Принимаемые ими меры нередко не отличаются продуманностью и полнотой. Не может быть признана удовлетворительная работа по взысканию ущерба, причиненного водным объектом. Закон нарушают и арендаторы береговых полос. Объекты на этих землях предприниматели зачастую возводят самовольно. Только в прошлом году было оштрафовано более тысячи бизнесменов. В Тверской области судом удовлетворено заявление о сносе 34 причалов, самовольно построенных на Иваньковском водохранилище. В настоящий момент два причала, по-моему, остаются на месте, 32 причала уже снесены. В Ярославской области по фактам производства работ в акватории водных объектов Углического водохранилища и река Соньга, причинившим многомиллионный ущерб окружающей среде, возбуждены и расследуются уголовные дела. Участники круглого стола говорят, необходимо наладить тотальный контроль за деятельностью арендаторов береговых зон. Предприятия должны задуматься и о модернизации системы очистки стоков. В Чувашии эта работа уже началась. Природоохранной прокуратуре отмечают, республика меньше других регионов выбрасывает в Волгу неочищенные воды. Эффективно реализуются и другие программы. Мы реконструкцию ведем комплексно биологических очистенных сооружений, куда сбрасываются воды сочные с города Чебоксары, с самого Чебоксарска. Миллиарды рублей на это выделили. По ливневым стокам есть проблема. На сегодняшний день, приурачивая все эти мероприятия к проведению юбилейных дат, в данном случае города Чебоксары, мы участвуем в государственной программе и перспективе этого вопроса тоже будем разрешать. Уже сейчас назрела необходимость разработки целевой программы по экологической реабилитации Волги. На первый план выходят и вопросы поднятия уровня Чебоксарской ГЭС. Из-за низких отметок водохранилища даже высыхают нерестилища рыб. Предусмотренные проектом регулирующие емкости Чебоксарского и Нижнекамского водохранилища, а суммарно они составляют около 10 кубокилометров, в связи с незавершенностью их строительства не имеют регулирующей емкости, работают на транзите и не могут быть использованы для срезки пиков, половодей и паводков, затрудняют крупнотоннажное пассажирское судоходство на Верхней Волге. Мы со своей стороны стремимся все делать. Теперь вопросы к государственному заказчику Росгидро по подъему воды, вопросы к тем регионам, где на сегодняшний день очень спорно обсуждают. Одни говорят, что нужно поднимать, другие говорят, что не будут поднимать. Насколько скоро получится реализовать проект, будет зависеть и от российского правительства. Участники круглого стола направили в Москву пакет рекомендаций. Комфортные условия для развития водоохранной зоны в регионах должны быть созданы в ближайшие годы. На совещании в Казанской ратуши был принят итоговый документ с подробным анализом накопленных проблем. К этим вопросам вернутся и на расширенном заседании под руководством секретаря Совета безопасности, которое пройдет в одном из регионов Поволжья. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Казани.